Добрый день, дорогие друзья! С вами Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Друзья мои, в двух своих недавних роликах я рассказал вам о новых чудных документах, нормативных актах, которые затрудняют нам жизнь, о тех произведениях, родившихся в министерских кабинетах, которые еще более усугубляют положение россиян. Это штрафы за ненадлежащее оформление, то есть ненадлежащее возведение, будем так говорить, если можно в отношении уличных сортиров такое слово применить, возведение уличных туалетов на дачных ли участках, в населенных пунктах, если у вас там частный сектор, вы живете в частном секторе и так далее. Приличные штрафы, так сказать, которые могут налагаться каждые полгода, до того, пока не устраните вы, значит, недостатки, не устраните причины наложения этих штрафов. И штрафы за то, что, например, вы зайдете в лес, соберете ягоды лесные, либо грибы, и вынесете, значит, на рыночек какой-то балашиной, продать плоды вашего сбора, то вам грозят тоже не копеечные, а тысячные штрафы, если у вас нет соответствующих документов о том, что вы арендовали какой-то кусочек леса, и на этом кусочке леса собрали все то, что вы продаете. Ну и так далее. Вы можете сами посмотреть эти мои ролики. А вот сегодня, значит, я хочу вам предложить вашему вниманию еще один перл, который как бы обращает нашу страну, нас с вами, в лоно цивилизации. Как бы в лоно цивилизации, где цивилизованным путем все это должно решаться. Это приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 июля 2020 года, номер 496. Запомните, номер 496. Об утверждении правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. Недревесных. Этим приказом утверждены правила заготовки и сбора недревесных лесных продуктов. Ну, ресурсов, вернее, не продуктов, а ресурсов. Приказ уже вступил 1 января нынешнего года в законную силу и будет действовать на протяжении ряда лет аж до 1 января 2027 года. А потом, значит, видимо, продлят его или подкорректируют. Этот важный, важный для нашей Родины, для государства, для всех россиян и пугающе, видимо, для наших противников зарубежных документ подписал министр природных ресурсов и с прекрасной, чисто русской, как мне кажется, фамилией Кобылкин. Запомните эту фамилию. Господин Кобылкин отныне, значит, распоряжается нашими походами в лес. Вот. Что же это за правила? Ну, во-первых, я сразу же хочу оговориться, что они не распространяются на случай заготовки сбора этих видов ресурсов гражданами для собственных нужд. Хотя я не могу себе представить, какими собственными нуждами, какие собственные нужды заставят меня пойти, например, собрать там бересту или хвою. Ну, если только, так сказать, мой кто-то близкий человек, ну, отдаст Богу душу и вот по традициям каким-то надо перед гробом, который несут, кидать еловые там веточки. Вот. Вот. Может, это, так сказать, меня подвигнет пойти в лес и сделать заготовку для себя. Ну, я не вижу, так сказать, зачем мне это нужно. Вот. Ну, во-первых, значит, я уже сказал, что для собственных нужд ненаказуемо, если вы, так сказать, докажете, что это собственные нужды. Вот. Вот. Этот приказ трактует заготовку и сбор не древесных ресурсов лесных, как предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением, вывозом соответствующих ресурсов из леса. Ну, наверное, переработкой и продажей. Или без переработки и продажи. Потому что, что за предпринимательская деятельность, если ты просто изъял, хранил и вывез, ну, соответствующие ресурсы. Это не предпринимательская деятельность, а как бы для себя. В каких бы объемах я не заготавливал, значит, эти ресурсы. Если я выгоду не извлекаю, то какая же это предпринимательская деятельность. Это, наверное, для себя. Вот я, значит, вывезу и заготовлю, значит, несколько тонн коры березовой, бересты. И скажу, ребята, это для себя. Вы меня что, поймали, так сказать, за тем, что я это продаю? Или что? Корзинки плету и продаю? Нет. Значит, для себя. Ну, ладно, это пускай на их будет деятельность и доказывание и прочее. Что же такое в этом приказе? Как этот приказ трактуют недревесные лесные ресурсы? К недревесным лесным ресурсам относятся, хорошо запомнить, на всю жизнь. Пни. Значит, я не представляю, чтобы я пришел, значит, с ломом, что еще, лопатой, пилой какой-то. И выворачивал для собственных нужд какой-нибудь огромный пень, так сказать, в обхвате. В обхвате 2 метра, или там в диаметре 2 метра. Я его бы выворачивал для чего-то, для себя. Ну, не знаю, значит. Или в промышленных масштабах каких-то выворачивать. Значит, что их продают, пни, я не знаю. Может, их продают, они идут. Я знаю, что пень очень трудно даже расколоть колуном или топором, практически невозможно. Но, наверное, пни зачем-то заготавливают, раз в приказ попали, пни. Вот. Вот в этой тайге, при Амурской, при Баркальской, где китайцам, так сказать, вот, на откуп миллионы гектаров земли, и они там безнаказанно делают поробку. Там, говорят, пни торчат, значит, в половину человеческого роста и выше, так сказать. Они валят лес в том размере, объеме, который им нужно. И тут же валяются, значит, и гниют, значит, и распространяют запах страшного аммиака, от которого ни птиц там, ни комаров, ни лис, ни зайцев, никого, в общем, лесного зверя, естественно, нет. Потому что земля как бы лысая на миллионы гектаров. И в то же время, значит, вот этот вот запах аммиака, запах гниющих веток этих, которые они не убирают почему-то. И им за это ничего нет. Он убивает все живое вокруг, так сказать. Убивает все живое. Вот. И там эти пни торчат. Может быть, туда, значит, стоит поехать заготавливать эти пни. Я не знаю. Вот. Ну, ладно. На пнях я запнулся. Каламбур такой запнулся на пнях. Пни, береста, кора деревьев у кустарников. Ну, у кустарников действительно кора. На лапти, может быть, берут. Из чего-то лапти делают. Из липы. Лапти липовые. Вот. Ой, лапти мои, лопаточки мои. Какая-то песня есть. Вот. И у кустарников кору обдирает. Слушайте, ну, это неблагодарная какая-то работа. У кустарников обдирать кору. Ну, я знаю, что из ивняка там плетут корзины там какие-то. Ну, кору, может быть, обдирают. Хворост, валежник. Я думал вообще, что хворост и валежник одно и то же. Оказывается, хворост и валежник вот этим приказом у меня разделилось, так сказать, это понятие. Веточный корм. Ну, то есть, если я корову кормлю, если я хочу, чтобы молоко моей коровы пахло, значит, хвоей, как хвоей тайги, то я кормлю ее, наверное, вот этим веточным кормом. А может быть, веточный корм это не только хвоя, а и других деревьев. Если я хочу, чтобы медом липовым пахло, значит, я ветками липы кормлю, наверное. Ну, и так далее. Не буду рассуждать на эту тему, не зная, что это такое. Ну, вот. Это, по-моему, последнее, когда корове есть нечего, колхозное было, значит, то колхозники брали топоры и шли заготовлять веточный корм. Вот. Еловая, пихтовая, сосновая лапы. То есть, еловая, пихтовая, сосновая лапы заготавливают. Тоже не знаю, для чего заготавливают эти лапы. Ели или другие деревья, или деревья других хвойных пород для новогодних уже праздников. Это тоже, видите, считается недревесные лесные ресурсы. Это кто-то, слушайте, это кто-то пролоббировал, я смотрю, в этом министерстве, значит, те, кто миллионные барыши имеет с продажи бедных елочек этих и сосенок, которые продают потом миллионами, миллионами продают на рынках везде, так сказать. Вот они протащили это как недревесные лесные ресурсы. А что же это такое, как недревесные, это деревья, это наши с вами легкие богатства страны. А, видите, если для новогодних праздников, то ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников этим приказом не признаются древесными лесными ресурсами. Круто. Вот это я только с вашей помощью сейчас рассказываю вам, значит, об этом приказе просек для себя. Мох тоже недревесные лесные ресурсы. Ну, мох зачем могут заготавливать? Раньше мхом этим затыкали между бренными пазы, значит, когда строили дома, там, бани и так далее. Сейчас я не знаю, сейчас мох, наверное, используется еще в террариумах, там, чтобы лягушки, черепашки, там, так сказать, нюхали этот мох и балдели. Вот, я не знаю, что. Лесная подстилка. То есть, лесная подстилка это то, что, наверное, опадает, ну, годами опадает, шуршит под ногами. И эта подстилка, я даже не знал, зачем, и сейчас не могу сказать, зачем заготавливается в промышленных, ой, не в промышленных, а в предпринимательских целях это подстилка. Камыш, тростник, шумел камыш, деревья гнулись, песня такая есть. Так вот этот камыш и тростник и подобные лесные ресурсы. Ну, ябр, наверное, там, из корневищ, которого даже варенье варят и так далее. Наверное, вот это, камыш. Ну, из камыша там делают даже хижины какие-то камышовые. Ну, в общем, я не буду фантазировать, вы сами, может быть, и мне догадаетесь, и мне расскажете, для чего все это нужно. И подстилка, и камыш, и тростник. Ну, наверное, нужны, и нужны в больших масштабах, наверное, раз, так сказать, государство встало на защиту этих лесных ресурсов и на то, чтобы с этого получать деньги. С одной стороны, деньги получать за штрафы, с тех, кто нарушает, а с другой стороны, деньги получать при оформлении, так сказать, лесных участков в пользование этим заготовителям, этим гражданам, этим предпринимателям крутым. Крутым. Вот. Дальше в приказе написано, что граждане, юридические лица осуществляют заготовку и сборни древесных лесных ресурсов в предпринимательских целях на основании договоров аренды лесных участков. Вот я вам про что и говорю. Если договор, если ты продаешь, значит, валежник, кору какую-то, вот, подстилку эту лесную стоишь, значит, мешками продаешь. Если ты камыш, тростник и подобные ресурсы, значит, выставил на продажу где-то на улице или в магазине, значит, или же через интернет продаешь, а что? Сидит бабка, значит, в деревне и через интернет на несколько стран мира, значит, поставляет камыш или подстилку. Вот. И можно даже так и назвать эту бабку. Бабка-подстилка. О, не, не бабку, а ее ИП там, или ООО. ООО, подстилка. Круто. И понятно сразу, о чем речь, значит. Вот. Так вот, те, кто используют граждане и юридические лица, леса используют для заготовки и сбора недревесных ресурсов, имеют право. Оказывается, у них есть, как и положено, значит, любому гражданину нашей великой страны, есть права особые и обязанности тоже особые. Значит, вот эта бабка, которая, значит, распроезжается всей подстилкой в округе лесной, имеет право. Давайте, правда, на этой бабке мы так как-то очень общо получается. А вот когда бабка, сразу представляешь себе этакую, ну, не егу, конечно, не бабку-ежку, а простую российскую бабку, так сказать, которая тачит за спиной вязанки хвороста или валежника, которая, значит, ворошит эту подстилку, которая на свои будущие похороны заготавливает, извиняюсь, заготавливает лапы, лапы еловые, сосновые там или еще какие-то, ну и так далее. Вот представьте себе эту бабушку, значит, с хусткой на голове, ватники, телогрейки, она еще сохранила с тех времен, когда это была обычная сельская одежда. Вот. В обрезанниках, называли обрезанники, это, значит, такие валенки с галошами или резиновые, такие, как из сапог обрезанные, обрезанники, крайне менее на смоленщине так называли. И вот эта бабка, значит, шуршит по лесу, и она имеет право осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды. Вот она подписывает договор аренды, она читает условия, она вносит коррективы, она говорит, шинок, вот тут ты неправильно напишал, Ну, давай тут напишем, что я вправе внучка своего брать, там, или внучку в лес, они, мол, без договора, договора у них нету, но мне же надо, так сказать, валежник этот принесть, который я, или же сгрюсть эту шуршашую подстилку лесную. Так, ну вот, внесут эти, значит, может быть, дополнения, изменения к договору к этому, который они предлагают, ну, типовой. То есть бабка активно должна участвовать в составлении договора. Вот, и там написано, кто чего может и должен делать. Дальше бабка вправе это создавать лесную инфраструктуру. Ну, там, туалет построить, магазин, лавку какую-то. Нет, конечно же, не об этой инфраструктуре речь, но важно, подчеркнуто здесь, что лесную инфраструктуру, в том числе лесные дороги. И я представляю себе эту старушку, имеющую пенсию там ниже низшего предела. И она стоит и поворачивает, значит, с трассы Москва-Минск, огромные камазы с гравием, с бетоном, с асфальтом. И кладет к своему участку лесному, который в лесном массиве затерялся, кладет дорогу. Не, наверное, тут я тоже ошибся. Речь о лесной дороге. А лесная дорога, это что такое? Это грунтовая, видимо, дорога, вдоль которой как раз и растут эти грибы и ягоды. Но все равно, значит, бабка валит деревья, делает просеку, вытаптывает эту лесную дорогу своими обрезанниками этими, ну и так далее. Вот, ей предоставлена также возможность на лесных, на лесном участке, который взят в аренду, построить какие-то навесы, какие-то другие некапитальные строения и сооружения. Что это за навесы? Ну, наверное, четыре столба и навес из того же камыша, крытый тем же камышом, наверное. Где она складирует бабочка, бабулечка, подстилка, руководитель, складирует заготавливаемые лесные ресурсы, лесные недревесные ресурсы. Вот, и обязанности этой бабулечки, ну, на примере бабулечки мы решили, значит, показывать, ее обязанности. Она обязана, смотрите, составлять проект освоения лесов. Вот она стоит, значит, и продает лесные ресурсы эти, значит. Она продает траву первоцвет, например, ну, растение в пищу стоит, щавель, который она на полянина своей, который она арендовала, насобирала. Она продает там хворост стоит, связанка хвороста стоит. Стоит вот у нас тут на Багратиона микрорынок такой, где эти бабки торгуют. Она продает кору, которую никто не берет, но она ее вот с дуру, так сказать, заключила договор, значит, на заготовку коры, думая, что это прибыльное дело. Но никто не берет, так сказать. Ну, она на вербное воскресенье веточки вербы с этими зайчиками продает. И вот она должна составить проект освоения лесов. Ну, лесов, наверное, понимает со своей делянки, так сказать. Что она будет на все леса проект составлять. Ну, тем не менее, вот представьте себе, эта бабка сидит, значит, у себя в хате. И морща, и без того морщинистый лоб, значит, пытается составить проект освоения своей делянки. Ну, она пишет про-экт. Она пишет усвоение арендованного участка. И дальше пишет, значит, по проекту, что она там обязуется сделать то-то, 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 свет провести туда, выкопать очистные сооружения, обнести эту делянку, значит, противопожарным рвом. Ну, не знаю, это на бабкину фантазию. Дальше, она обязана использовать леса в соответствии с этим проектом. То есть, надо так составить, чтобы использовать только вот по этому проекту. Не в шаг вправо, шаг влево, так сказать, замочат. Замочат те, кому принадлежат соседние делянки смежные. Вот. И в соответствии соблюдать должна условия договора аренды. Уже два документа. Сама написала, значит, проект. В соответствии с ним должна действовать. Договор подписала, соблюдай. Нахрен. Иначе хана тебе, бабка. Дальше. Она обязана осуществлять меры санитарной безопасности, чтобы никто не бросил там бутылку какую-то, сигарету там, чтобы комары там кровососущие не летали, значит, какая-то медведка, значит, чтобы не ела корни. Ну и так далее, я не знаю, значит. Но это она должна, значит, тоже у нее должны быть в проекте вот эти вот нормы. Санитарно-оздоровительные и профилактические по защите ее делянки. Хрен с ним с соседними, так сказать. Ее интересует только ее делянка. 10 на 10. Где она все это собирает, заготавливает. И откуда она получает свою многомиллионную прибыль. Она должна соблюдать правила пожарной безопасности на своей делянке. Ну и в лесу вообще до делянки, что надо добраться как-то, чтобы бабка так сказать. Я говорю, а курок не бросила там. Ну, наверное, нельзя выращивать на делянке на ее и марихуанку, и коноплю, и мак опийный. Я сразу говорю, чтобы не думала эта бабка о таком вот обогащении. Вот. Дальше она должна осуществлять меры, направленные на исключение случаев загрязнения лесов радиоактивными веществами, химическими веществами. Понимаете? И иного негативного воздействия на лес. Ну, я представляю себе, бабка, так сказать, едет в Десногорск, где у нас атомная станция. Просит, значит, за большие деньги, чтобы ей вынесли радиоактивные вещества какие-то. Несет на свою делянку. Там как закапывает, значит. И у нее начинают расти грибы белые, вот такого, значит, с шляпками с такими. У нее начинает земляника такая, больше, чем клубника, расти там. И, конечно, это называется заражение радиоактивными веществами. Откуда у бабки, значит, радиоактивные вещества? Или она должна там стать с трехлинейкой, которая от деда ей осталась? С тысяча... Когда там, в 1895 году Мосин, кажется, изобрел трехлинейку. И она должна с этой трехлинейкой стать и не пускать никого, кто пытается завести из Германии или из скандинавских стран, значит, радиоактивные вещества какие-то на ее делянку. Вот какая у нас бабка. Настоящая российская бабка. Вот. Она должна соблюдать правила, опять, противопожарной безопасности в лесах. Ну, я не знаю, что это за огнедышащая бабка, так сказать. Я знаю, что у бабки, у этой, у бабы-яги, например, брат. Кто это у нее брат? У бабы-яги брат. То ли Змея Карлиныч, то ли Кощей Бессмертный, я уже забыл. Вот. Так что Наина Каиновна, это имя настоящей бабки-ежки, здесь не проканает, потому что, потому что, потому что спалят все к счетовой матери, все российские леса, значит, нечего будет вырубать. Вот. Кроме того, эта старушенца наша, подстилка эта наша, она должна ежегодно подавать лесную декларацию. Вы представляете себе, опять бабка, значит, либо деньги платит специалистам, которые это сделают, либо сама сидит и составляет, значит, с начала года, как села, к концу года составит она эту декларацию лесную, на свой участок. Дальше, она должна представлять отчет об использовании лесов. Дальше, представлять еще, она должна отчет об охране лесов от пожаров. И, наконец, представлять отчет о защите лесов. Вы смотрите, только декларация, отчет, отчет, отчет. Четыре важнейших документа она должна ежегодно составлять. Ужас какой. В общем, бабке некогда собирать хвою, так сказать, и подстилку эту. Только отчет, а сиди и составляй. Ну вот. Я не знаю вообще, кто и чем там думает, так сказать, кто, чем, зачем вообще, вот в такое трудное для России время, когда мы обложены санкциями, когда мы, так сказать, в намордниках все ходим, значит, глазками блещем друг на друга. Злые, коронавирусные, я не знаю. Я вот сейчас, в 9 мая впервые из жизни, значит, увидел, что затухает этот праздник, понимаете, на глазах. Со слезами на глазах он у нас затухает. Значит, флаги вывешены только, значит, на центральных улицах, больше нигде нету. Значит, музыки, музыки нету, значит, вместо музыки бравурной, значит, ну пусть не бравурной, а победной такой, маршей каких-то, этого, День Победы песни. Значит, вот здесь, на Багартионах, где я живу, возле памятника самолету, значит, из репродуктора лились угрозы, значит, уголовная ответственность там за нарушение того-то, того-то, того-то и того-то. Понимаете, да что они, оборзели, что ли, все, так сказать. Кошмар. Я не случайно именно 9 мая выставил, значит, свой ролик о штрафах за уличные сортиры, значит, которые на нас собираются штрафы налагать. Ну, именно поэтому по городу прошел, значит, ни смеха, ни улыбок, ни, значит, каких-то, один, значит, шашлычник там жарит около, в центре города, около площади Ленина, шашлыки. И запах на пол Смоленска, так сказать, и очередь стоит, значит, за этими шашлыками пожевать. Ну, не выпивать нельзя, везде в центре, так сказать, ограничено все это. Ну, слава богу, значит, впервые, значит, за эти годы, значит, на такие праздники нету этого милицейского оцепления. И не проверяют, значит, что у вас в сумках, не несете ли вы, значит, бомбу. Ну, какой дурак понесет бомбу в этот день, так сказать, знает, что там проверяют. Наверное, если кто-то хотел, заложили бы ее, значит, за две недели, куда надо. И кнопку нажали бы в этот день. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог. В общем, не праздник, так сказать, а со слезами на глазах. Ну вот, бабка эта, так сказать, обложилась отчетами и так далее. И некогда ей, значит, не пни заготавливать, а бабку, представьте себе, с ломом, с лопатой, выворачивающую огромный пень на своей делянке. Ужас. Ну и приказом этим, естественно, предусмотрены требования, отдельные требования, пусть понемногу, там, по абзацу, значит, но требования, предъявляемые при заготовке отдельных видов недревесных. На каждый вид свои требования, понимаете, я еще раз перечислю, каких лесных ресурсов. Требования я не буду перечислять, они дебиловатые, на мой взгляд. Значит, на заготовку пней, бересты, коры деревьев, кустарников, хвороста, валежника, веточного корма, еловых, пихтовых, сосновых лап, заготовка ели или деревьев других военных пород для новогодних праздников. То есть, я напоминаю, что это тоже, оказывается, не лесные ресурсы, елки и другие, которые к Новому году вырубаются в огромном количестве. Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, опавшие листья, но за это даже дворникам деньги платят, что они в городе опавшие листья собирают. А в городе бабка должна, а в лесу, значит, старушка, сгребающая эти листья в мешки и уносящая из леса, должна платить бабки, значит. Потому что при заключении договора, значит, на эту делянку наверняка надо нехилые бабки занести кому-то. А если хорошую делянку, на которой все растет, более качественно, ну, грибов много, там, ягод, подстилки много, значит, надо еще, может, и взятку дать кому-то. Вот, опавших листьев, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов, заготовка, в скобках, выкопка. Первый раз такое слово слышу, выкопка, заготовка, выкапывание, не знаю, там написано выкопка, деревьев, кустарников и лиан. Ну, в наших лесах есть лиана? Ну, наверное, есть, раз пишут, дикий виноград, наверное, это лиана. Огурцы какие-то дикие, я помню, лианы, значит, висят, опутывают там чуть-чуть. Ну, не такие, наверное, на которых Тарзан там висел, вместе со своим стадом обезьян. Ну, ладно. И лиан на лесных участках, заготовка, вот смотрите, дальше, веников, ветвей и кустарников для метел и плетения. Так что, бабка, веники теперь, дубовые веники, березовые, надо, оказывается, заготавливать и продавать на своих делянках. А я смотрю, около бани общественной на Николаева там сидят мужики, много, 20-30 человек, и продают эти веники. Теперь, мужики, приготовьтесь, так сказать, подойдет лесничок, инспектор какой-то лесной, основа хозяйства, и вы должны ему предъявить вот все эти документы, о которых я говорил. Значит, папочку, или портфель даже, потому что документы до хрена, портфель с документами всегда носите с собой, значит. С одной стороны, мешок с вениками, с другой стороны, у вас должен быть портфель. Как мой отец говорил, чем отличаются портфели от портфеля? Ну, я сначала задумывался, а он говорит, портфель от портфеля отличается тем, что в портфеле носят документы, а в портфеле документы. Так вот, портфель с документами надо иметь. Вот, для метел, метла, вы знаете, что такое метла, веники, плетение. Для плетения, заготовка древесной зелени. Ну, я знаю, с грядок зелень, а что тут древесная зелень? Ну, короче, если вы эту зелень заготовили и продаете, значит, вам объясняют, что такое зелень. Чтобы именно зелень заготовили. Ну, друзья мои, как вы понимаете, к нарушителям любого из этих правил, или комплекса этих правил, грозят нехилые, тысячные штрафы. В общем, друзья, как мы видим, нашу жизнь делают все лучше и все веселее. Те, кого мы, так сказать, возвели на пьедестал, значит, кого мы выбрали, назначили и так далее. И я не устаю повторять, друзья, что все эти им подобные меры и запреты необходимы и важны. Мы все понимаем, что надо, надо наладить, в конце концов, хватит из леса безнаказанно таскать подстилку. Хватит, значит, лианы вытаскивать из леса километрами. Хватит все это делать. Хватит веники вязать, значит, за счет бюджета нашего народного, общенародного. Так что закройте его и глаза на то, что там Потанин не заплатил 2 миллиарда штрафа, значит, за разлившуюся гадость какую-то всю там затопил возле Норильска. Хватит перемывать кости китайцам, которые вырубили к чертовой матери всю тайгу и которые из Байкала качают воду. Значит, прям к себе в Пекин. Или разливают по бутылкам и нам же и продают Байкальскую воду. Хватит всем этой ерундой заниматься. Переходите, так сказать, к этой теме, к очень важной теме. Значит, у вас воруют из-под носа подстилку лесную. Листья грибут. Листья грибут кубометрами, а вы не замечаете. Вот теперь заметите. Значит, все это нужно и важно. Но необходимы эти меры в цивилизованном государстве, где прежде всего обеспечена достойная жизнь его гражданам, гражданам этого государства. Где должным образом налажена социальная, прежде всего, сфера. Где люди живут достойно. А в России же, как мы знаем, 22,5 миллиона граждан живут за чертой бедности. Ну, каждый четвертый или пятый россиянин живет, значит, ниже плинтуса. Вот. Больше 8 миллионов не имеют работу. Я ошибаюсь, конечно, но ошибаюсь я в низкую сторону. Гораздо больше. Это только официально, наверное. А скрытая безработица. Вот. 40% населенных пунктов России не газифицировано до сих пор. А мы там, значит, северные потоки, южные потоки гонят, так сказать. Ну, имеют зарплаты, значит, магнаты нефтяные и газовые до 4,5 миллионов рублей. Вы представляете? Нет, вы не представляете. Потому что я говорю о 4,5 миллионах рублей в день зарплаты. В день вы можете себе представить. Вот такие дела. При ваших 500 рублях в день. Дальше. 23,6% населения не имеет в своих жилищах канализации. То есть, как раз занимается процессами диссимиляции в уличных скворечниках. За которые, значит, 5000 штрафов грозит каждые полгода, если скворечники не соответствуют предъявляемым условиям. А у нас все, конечно, не соответствуют. Я не знаю, у кого соответствует, тут это, наверное, даже домашний сортир не соответствует этим условиям, которые предъявляются кулистам. Вот такой вот, представляете? А нас, как мы видим, я вот рассказываю, стращают тысячными штрафами за непотребный сбор грибов, ну, за незаконный сбор грибов и ягод. За заготовку коры и хворостом, ненадлежащее обустройство уличных сортиров. И что же вы сами, друзья, думаете обо всем этом? А то все я да я говорю, я да я. Пишите, изливайте свои души в комментариях. Я читаю все ваши комментарии и на многие из них отвечаю. Если, друзья, к тому же, вашим жизненным кредо является доброта, милосердие, человечность, то поддержите материально мой домашний приют Катавасия. Как сделали это за последнее время Вера из дальнего зарубежья, Ирина Георгиевна и Галина Викторовна Ка. Спасибо им огромное, им и другим моим подписчикам, подписчицам, прежде всего, поддерживающим нас в богоугодном деле спасения животных. Друзья, есть такая древняя, очень древняя индийская легенда о том, что когда человек умирает, и он уже бестелесный, должен пройти, перейти мост, который ведет душу на небеса. И при входе на этот мост его ожидают, представьте себе, животные, причем как обласканные им при жизни, так и те, которых он обидел, которым отнесся, может быть, даже, не дай бог, жестоко. Именно эти животные и решают пропустить нашу душу на небеса, на этот мост, на небеса, или не пропустить. Ну а с вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Здоровья, счастья, всех благ. Нам, прежде всего, добрым людям. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok